Эта конференция стала для школы уже третьим тематическим мероприятием, посвященным битве за Москву. Ее сознательно приурочили ко Дню Героев Отечества, потому что всю оборону столицы можно считать одним большим подвигом. В дни празднования 75-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой, мы можем абсолютно точно сказать, что каждый участник войны, будь то солдат или офицер, будь то труженик пила или ополчинец, все они Герои Отечества. Конференция состояла как из научных работ, так и из творческих номеров, посвященных обороне Москвы. Конечно, в аудитории прозвучали не все доклады, написанные учениками при подготовке к этому школьному событию. Тем не менее, широта и глубина охвата военно-исторического материала были очевидны. В архивах сохранились фотокарты, которые перед вылетом на задание получали немецкие летчики. На них четко обозначены три кремлевских объекта. Первый корпус, где находился рабочий кабинет Сталина, Большой Кремлевский дворец и Мавзолей Ленина. Наверное, фашистские асы были немало озадачены тем, что их карты врали. Летая над Москвой, даже в безоблачные дни большинство из них не могли обнаружить не только этих объектов, но и самого Кремля. Дополнительную достоверность исторической информации придавало эмоционально убедительное авторское ведение конференции, подготовленное заместителем директора школы Александрой Климовой. Вместе с ребятами старших классов зрителями в зале были и ветераны. Это накладывало на выступающих особую ответственность. В этот день, сегодня День Героев Отечества, я хотел бы сказать, что в нашей организации есть герой Советского Союза, афганец Игорь Владимирович Муров, он учился в восьмой школе. И также у нас есть командир спецназа, герой России Головашкин Александр Николаев. Сейчас они на приеме у президента в Кремле. Давайте им поаплодируем и всем героям. Ребят приветствовал председатель Союза ветеранов стратегических ракетчиков Виктор Прокопеня, а участник парада победы 45-го года Константин Федотов подарил школе книгу «Доблесть на века», посвященную малоизвестным моментам Великой Отечественной. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.